Товарищи, всем привет! Привет, друзья! Сегодня я нахожусь в Махмуд Лари с Максимом. Максима вы, наверное, уже все знаете с канала Alania TV. Он уже много снимался на этом канале, рассказывал и про пенсии, и про автомобили. Про что еще рассказывал? Да я еще много о чем расскажу. Много о чем еще расскажет. Сегодня мы находимся вот возле его жилого комплекса. Такой вот жилой комплекс, который находится практически в горах. Смотрите, здесь какая красота. И сегодня мы хотим для вас снять целых три видео. Первое видео будет про пенсию. Да, мы расскажем о том, как стать здесь пенсионером, как сюда переехать, как здесь жить, как в дальнейшем получить здесь пенсию. Попробуем раскрыть все вопросы про пенсию. Я, правда, не пенсионер, но примерно мы вопросы уже накидали, которые интересуют... Но ты в любом случае будешь пенсионером. Я буду, да, пенсионером, меня когда-то заинтересует. В общем, друзья, если что-то не раскроем, обязательно пишите в комментариях, спрашивайте. Мы с Максимом вам постараемся на все вопросы ответить. И подписывайтесь на канал, ставьте лайк обязательно этого видео, распространяйте, кому интересна будет тема про пенсию. А мы начинаем? Начинаем. Ну что, друзья, благодаря волшебству монтажа мы уже переместились к Максиму домой, пьем кофе. Мы будем чуть-чуть подглядывать вот в такие подсказочки. Я накидал здесь несколько вопросов и Максим себе накидал несколько ответов. Мы подготовились к этому видео. Все ради вас, дорогие подписчики. Итак, Максим, пенсионеры в Турции, вообще, ты, я знаю, изучал очень этот вопрос, как вообще они живут, ну, наши российские, да, так скажем, со стран СНГ пенсионеры, как у них вообще здесь жизнь выглядит? Друзья, ну, смотрите, давайте поговорим о том, как живут вообще турецкие пенсионеры. Турецкие, конечно, мужчины выходят на пенсию в 65 лет, женщины выходят в 60 лет. На самом деле, пенсии достаточно неплохие здесь, хоть все пенсионеры турецкие вроде бы как бы жалуются, что мало денег и так далее. Минимальная пенсия сейчас в районе 2000 лир на человека. Минимальная? Минимальная, да. То есть, там, 22 тысячи рублей получается. При всем при том, что все тут дешевле, ну, продукты. Да, конечно, здесь намного и намного на услуги дешевле и на продукты питания дешевле. То есть, в районе 20 тысяч лир. Пенсионеры здесь, в принципе, живут прекрасно. Почему? Потому что, как только человек вышел на пенсию, для него открыты все двери бесплатной жизни. То есть, транспорт бесплатен, лечение бесплатно, операции бесплатные, стоматология бесплатная и так далее. Все обследования абсолютно бесплатные. То есть, человек, который вышел на пенсию, да, он пользуется всеми годами и так далее. Это очень подкупает по сравнению, допустим, с нашей системой, да, пенсионной, с нашей системой, грубо говоря, здравоохранения. То есть, с нашими пенсиями, конечно, здесь турецкие пенсионеры жил гораздо лучше, чем российские пенсионеры. Почему так, да? Более того, друзья, тут очень интересная такая вещь, что тут пенсии наследуются. То есть, если пенсионер, да, то 75% пенсии наследует его супруга, либо незамужняя, или неработающая дочь пожизненно. Представляете, ребят, куда деваются пенсии пенсионеров, которые вышли на пенсию, или которые не вышли на пенсию, которые отчисляли пенсионный фонд. Так ты успеешь нам получить 5% и помрешь? Выгодная у них схема, конечно. Да, поэтому здесь на самом деле очень интересно. Более того, друзья, здесь есть, например, какой-то госслужащий и так далее, кто отработал 30 лет, то у всех пенсионеров, практически всех пенсионеров здесь есть выходное пособие. Что это значит? Предположим, ты получаешь 1000 евро в месяц на протяжении 30 лет. Я круглевообразно говорю, приблизительно. Ты работаешь, зарплата 1000 евро, я говорю, 5000 евро. Зарплаты здесь достаточно хорошие, высокие у военных, у учителей, у медиков. Здесь медсестра получает от 4000 лир, от 4000 лир. Врачи получают там 6. Я слышал, что у учителя там 90-1000 рублей там получают в переводе на наш. Да, здесь очень достойные учителя, военные пенсионеры. То есть вся интеллигенция, которая была, допустим, с СССР при России, здесь такая вся интеллигенция, они получают очень неплохие деньги. И проработав 30 лет, они выгодят. И государство платит пособие, которое может быть порядка 25-30 тысяч евро единовременно, друзья. Почему мы-то все про Е? Не знаю, вопрос, наверное. Вот у меня отец работает, ну он не учитель, замдиректора. Мама работает воспитателем. Там вообще максимально копейки получают. Здесь бы они вообще припеваючи, то есть жили, да? Безусловно, безусловно. Здесь... Обидно. Обидно, да. Ну, продолжим разговор по поводу еще пенсионеров, что уж какие у них еще есть, да, вот местные пенсионеры. Во-первых, здесь очень развиты дома престарелых. Кстати, как ни странно. Пенсионеры сами идут туда. Они выглядят как-то звездочные отели, на самом деле. Там постоянно за ними ход и так далее, да? У них постоянно какие-то анимации, у них какие-то программы и так далее. Здесь очень развиты какие-то бесплатные туры для пенсионеров. Куда хочешь, Кападобик, еще какое-то место. Да, все это бесплатно. Пожалуйста, ребят. Все можно сделать онлайн. Регистрируйтесь, садитесь, езжайте и так далее. Если вы пенсионер. Стоимость проживания в пенсионном... В доме для престарелых, у меня с пенсионером, порядка 100 евро. Они платят это из своей пенсии. Всю остальную пенсию они оставляют себе. Там медицинское обслуживание и так далее, и так далее. Все там бесплатно. Это что туда входит, их то есть кормят, там, ну, все полностью, да, проживание. 100 евро. Абсолютно, да. 100 евро. Я уже хочу сам пенсионером стать. Ты будешь пенсионером, готовься. Слушай, ну, у нас как раз тут есть вопрос следующий, да, наверное, как, например, человеку из России стать пенсионером. Турецким пенсионером. Турецким, да, грубо говоря, пенсионером. Друзья, ну смотрите, какая вещь. Еще в 2003 году государство приняло такую программу, да, накопительная пенсия. Ну, так, Криво, может быть, я назвал, называете, да? Ну, понятно зато. Да, понятно, на самом деле, да, это программа, аналог, грубо сказать, англосаксской системы, то есть это распространено в Европе, в Америке, в Китае. То есть человек сам себе, сам себе копит на пенсию. То же самое может сделать и российский, необязательный пенсионер, любой гражданин, который приехал сюда, который получил вид на жизнь, например, ты, например, я приехал, ты же так и сделал. Да, я себе оформил здесь туристскую пенсию, я сейчас расскажу, как это делать, что для этого нужно. То есть любой гражданин от 18 лет может себе сделать накопительную пенсию, возможно говоря. К примеру, вот гражданин России приехал сюда, планирует здесь жить. Безусловно, если человек планирует здесь жить, он получает ВНЖ. Если есть ВНЖ, он может спокойно пойти и оформить себе накопительную пенсию. В чем суть накопитель пенсии? Программа рассчитана на 10 лет. По наступлению возраста 56 лет ты имеешь право забрать эту пенсию полностью, либо получать какие-то выплаты. Но если тебе 56 лет, ты можешь и в 66 выйти пенсионером. Грубо говоря, программа рассчитана на 10 лет. В течение 10 лет ты не можешь эти деньги брать из банка, скажем. Ну, то есть это такой, опять же, грубо говоря, простым языком, да, счет ты открываешь в банке, который 10 лет ты не можешь деньги оттуда снять. Безусловно. Какие плюсы, ребят? Давайте поговорим о каких плюсах. Но в 56 я могу, вот сейчас мне, сколько, 32. В 56 я могу прям все деньги сразу снять и просто путешествие по миру. Ребята, самое главное, безусловно, безусловно. Ребят, самое главное, что безусловно у всех возник вопрос, а сколько это будет, а какая сумма будет, какая процентная ставка и так далее. Ребят, все это индивидуально рассчитывается в банке, в индивидуальной программе. Никто вам не скажет, сколько вы получите через 10 лет. Почему? Потому что банк-система тут устроена так, что процентная ставка здесь не меняется никак в России раз в год. Каждый месяц процентная ставка меняется. К примеру, в августе она была процентная ставка 25% можно было в Деннисбанке получить. Сейчас процентная ставка 9%. Почему? Ну, связано там с экономическим фактором. Тут лира немножко сейчас просела, да, там, сегодня она просила, послезавтра она вырастет и так далее. Кстати, почему как бы интересно вообще инвестировать в недвижимость? Потому что это как бы, да, вот, сохранение параллельно, потому что все-таки недвижимость фиксируется евро, цены здесь растут, 10-15% в год в любом случае стабильнее будет получать. Но, как все грамотные люди, мы все свои доходы должны дифференцировать. Кто-то купил недвижимость, кто-то обязательно откроет себе пенсионный счет. Я думаю, люди, которые хранили сбережения в рублях, сейчас поняли, о чем Максим говорит. Да, друзья, за три недели курс просел практически на 15%, поэтому это печально. Это жесть, да. Если бы здесь радуются люди, которые уже купили квартиру в Алании, то есть он купил за 50 тысяч евро, к примеру, у него относительно российского рубля, квартира на миллион, там, грубо говоря, дороже стало. Ну, как бы, да. Ну, с другой стороны, в любом случае, это фиксация в валюте, да, независимо от как, все-таки евро, доллар, ну, как ни крути, резервные валюты, они в любом случае будут самыми стабильными по сравнению с другими валютами, развивающимися ставками, таких как Турция и Россия. Ага, так, вернемся, ребят, значит, вопрос, я подразумеваю, что это будет вопрос, какая доходность, какая процентная ставка. Вот, я обслуживаюсь, это не реклама Кувейтбанк, Турк, турецкий Кувейтбанк, Туркский Кувейтбанк, так правильно называется, да. Я буквально вчера открывал пенсионный счет товарищу, и доходность по пенсионному накоплению за прошлый год составила 32%. 32%, ребят. 32% годовых? 32% годовых за прошлый год пенсионный. Друзья, немаловажный факт, что, когда вы получаете пенсию по сечению 10-летнего срока, налог у вас не удерживают, здесь каждый вклад облагается налогом. Ребят, налог 17%. То есть, когда вы получаете пенсию, вы освобождаетесь от налога. А, еще есть. Ну, конечно, если ты положил, к примеру, 100 тысяч лир в турецкий банк, ты получаешь проценты. С этих процентов государство удерживает налог 17% на доход. Я понял, я понял. Слушай, какие-то минусы должны быть, типа, что там, может все разориться, банк, или как. Нет, друзья, ну, как бы, безусловно, здесь вклад все страхованы до 150 тысяч турецких лир, но, ребят, здесь не как в России что-то, у нас постоянно какие-то программы, у нас что-то постоянно мы что-то придумываем, что-то разрабатываем, но никогда мы, по крайней мере, за последние 20 лет, я ничего не видел, чтобы что-то дошло до логического какого-то нормального концерта, или, ребят, здесь еще четко под контролем. А почему такая доходность? Деньги, пенсионные деньги, они инвестируют в различные фонды, какие-то долгосрочные, в акции, в золото, и так далее. У нас же тоже инвестируются, и что? У нас инвестируются, просто непонятно где это, а здесь это видно и очевидно, здесь все понятно, здесь все прозрачно, здесь ни один рубль не проскучит мимо, здесь, ребят, здесь до того, как бы все с этим строго, что никто не пойдет на какие-то там подлоги, какие-то должностные поступления и так далее, здесь, во-первых, это не принято, во-вторых, здесь это невозможно. Поэтому я абсолютно спокойно оформлю себе накопительную часть пенсии, накопительную пенсию, и просто не переживаю, да, пусть идет время, оно идет, все будем пенсионерами, но какой-то приятный бонус пенсии я обязательно получу. Мы остановились на том, что 17% налог. Друзья, и еще один и малый момент, что когда вы проживете здесь 5 лет, вы получите паспорт, ну, все, кто приезжает, гражданство, государство надо облачивать 25% к вашей пенсии. Бинго! Еще 25%. Еще 25%, да. Вообще, в Турции очень слабо развито, ну, до поры до времени была система накопления, то есть люди не особо не откладывали, не сберегали. Государству очень выгодно получить длинные деньги какие-то, да, чтобы в дальнейшем можно было как-то их использовать на какие-то инвестиции, дорогоскочно как-то развивать и так далее. А сам менталитет не подразумевывал на самом деле, что именно какой откладывать. Да, все жили, тратили и так далее. И была приобретена специальная такая программа на государственные уровни и так далее. Это еще поощряется. Поэтому государство зависит в длинных, долгих деньгах. Ну, это все, конечно, влияет на экономику и так далее. Безусловно. Поэтому, ребят, я этот выбор сделал, обязательно всем советую, ничего сложного нет. Опять же вопрос, как, что сделать, что для этого нужно. Друзья, для того, чтобы открыть, во-первых, счет в банке нужен заграничный паспорт, раз. Нужен перевод российского паспорта. Очень важно, ребят, перевод российского паспорта, два. Ну, это все можно здесь сделать. Да. И индивидуальный налоговый номер, который вы получаете здесь в Турции. И на НН, грубо говоря, наш. То есть, друзья, даже если вы просто сюда приезжаете, присматриваясь, покупки и так далее, вы можете приехать сюда, открыть счет, встать налоговую систему, через полгода приехать, купить недвижимость, получить ВНЖ, и дальше получать пенсию. Ну, я получил уже ВНЖ, и Комет он же. У меня, в общем, и перевод есть, и ННН я получил. Там, ну, ты вчера вот говорил, что человеку помог оформить ВНЖ и пенсию. Два с половиной часа у них на это дело ушло. По деньгам сколько там? Где-то 6500 рублей, да, получается? Да. 630 лир. Друзья, то есть, мы сейчас за два с половиной часа сделали полностью, собрали весь пакет документов для подачи на ВНЖ. Нам уже назначили дату рандеву, мы открыли еще турецкий счет, мы открыли пенсию. Ну да, два с половиной часа у нас 630 лир. Хорошо. Переходим к следующему вопросу. Так, следующий вопрос. Да, ребят, следующий вопрос. Значит, по поводу документов я сказал, какие документы нужны, правильно? Правильно. А, друзья, какие программы, еще минуту. Про программы, да. Какие программы, сколько надо платить и так далее. Ребят, каждый банк, который здесь есть в Турции, предлагает вот эту программу пенсионного накопления. Можно внести какой-то депозит в размере 5, 10, 15 тысяч турецких лир и потом каждый месяц доплатить по 100, по 200, по 300. Программ очень много их разных. Конечно, если вы 10 тысяч лир сразу внесете, у вас сразу начнется начисление процентов именно на эту сумму. Конечно, если у вас сумма будет больше, но можно просто открыть накопительный счет и платить. Я просто открыл, я плачу 135 лир в месяц. Я все пробую. Вы можете открыть себе 2, 3, 4, 10 пенсионных счетов в различных банках. Как угодно, ребят. И потихонечку по 100 лир кладете, 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 через 10 лет. Ну, слушай, очень интересно. Такой у меня второй вопрос вообще стоял. Ну, что-то его немного обошли. Насколько денег можно прожить здесь пенсионеру нашему российскому? Ну, мы будем говорить о семейной паре, о двоих людях, да? Это муж и жена. Сколько здесь надо примерно денег, включая туда медицинское страхование, медицинские услуги, все остальное. Еда, оплата коммуналки, все-все-все вместе, просто вот, чтобы жить и просто кайфовать здесь. Сколько надо? Ребят, ну вот, на самом деле, очень много различной информации в интернете гуляет. И очень много разных каких-то мнений, на сколько прожить, как, и так далее. Ребят, ну вот, положа руку на сердце, как бы, у вас должен быть доход, ну, как бы, ну, чтобы, в принципе, ни в чем себе не отказывать. Я не беру, конечно, ребята, походу в рестораны, там, да, и так далее. Да, у нас с людьми об этом... Ну, какие-то маленькие прелести, там, попить кофе, там, где-то, еще что-то, конечно, ребята, 3 тысячи лир в любом случае, что-то туда входит. На двоих? На двоих, да. То есть, это вот, как у вас должно быть 3 тысячи лир. Почему? Потому что у вас, во-первых, коммунальная оплата раз, у вас налоги на недвижимость два, если у вас будет какой-то небольшой маленький автомобильчик, у вас налоги на автомобиль, у вас бензин, у вас ТО, техническое обслуживание автомобиля тоже вы должны проходить раз в год, у вас медицинская страховка, опять же, страховки здесь бывают разные. Три вида страховки, часто добровольная, частная, добровольная, частная, обязательная и государственная страховка. Они все три разные, с разными условиями и так далее. Пенсионеры, которые после 65 лет сюда приезжают, им частную не оформить, можно только государственную оформить. Она стоит дороже, она стоит сейчас порядка, ну, семейная пара, 500 евро в месяц. То есть, тут надо тоже считать, смотреть и понимать, что да, эти расходы, их надо обязательно носить, что у вас не было никаких штрафов, пений и так далее. Здесь с этим все очень строго, всем друг за другом, ну, не то, что все друг за другом следят, а следят за исполнением, на самом деле, обязательств граждан, чтобы... Ну, порядок. Да, порядок, на самом деле, да. Поэтому три тысячи лиры, это вот именно тот бюджет, который, в принципе, неплохо. Вот три тысячи лиры, если есть вместе, друзья, то, в принципе, неважно, пенсионер ты не пенсионер, там, так далее, три тысячи лиры, это как бы вычутся себя комфортно. Да, безусловно, друзья, потому что, если у вас есть квартира, она у вас в собственности, ну, как бы, да, если у вас есть квартира. Да, если вы не снимаете квартиру. Да, потому что, если вы планируете, как будете снимать квартиру, сейчас снять квартиру в окрестностях Махмутлара можно, там, пустую, там, 700-800 лир, но она пустая будет где-нибудь там тоже, там. Вже. Да, далековато. Так, я понял, как стать пенсионером-иностранцем мы уже рассказали, про карту МИР. Как вообще, еще же российская у нас пенсия есть, мы же российскую хотим еще здесь получать пенсию. Как это все устроено? А, друзья, смотрите, значит, все очень просто. На самом деле, еще год назад Турция с Россией подписали соглашение о том, чтобы можно было проводить платежи через систему МИР. Удивительно, какая система МИР, которая работает только пока в России и чуть-чуть в Турции, но все пенсионеры почему-то сидят на ней. Ребят, в Турции есть два банка, Ишбанк и Зератбанк, который принимает карточки МИР и может снимать деньги по этим карточкам. Ну, то есть, ты приходишь, они уже, в принципе, на МИР получают, то есть, ты просто ничего дашь делать не надо? Ничего нет, ребят, на банкомате будет наш прекрасный лейбл МИР. Без комиссии? Один процент Сбербанк берет комиссию. А, минимум, что... Да, ну, конечно, никто, это самое, ребят. Блин, вот у меня Тинькофф просто, опять реклама такая. Ну, просто я приехал... Взял, спустя, что Тинькофф сидит по домашним арестам. Да, да, да. Никак не... Уже пора нам платить деньги, да, мы так все... Да, да, да. У меня Тинькофф, я с ней приехал с этой картой, я снимаю его в Халк-банке без процентов вообще. То есть, ты проверял эти счеты, выписки со счета, ты проверял, что у тебя... Ну, да, я, то есть, и конвертирую внутри карты, нету, но именно в Халк-банке, у всех остальных есть, и более трех тысяч рублей надо снимать. Вот суперудобный Тинькофф, я не знаю. Ребят, ну, в любом случае, будет какой-то, я думаю, есть смысл записать какое-то видео, просто будет несколько карт взят, там, например, какая-нибудь платежная система Яндекс.Кеми... Максим, кстати, у нас с блогером, сейчас тоже становится, можете запишет, я не буду заморачиваться. Яндекс, Тинькофф, банк, и просто подайте к бумагамату, и снять деньги, и посмотрите реально. Почему? Потому что, ну, как бы, на самом деле, я не верю, что что-то снимает, ну, это мое чисто мнение, что... Без процентов? Да, без процентов, да. Я тебе покажу прям. Отлично. Ну, потому что, ну... Там написано, ну, процент, ну, ноль комиссии. Я же у себя конвертирую прям на карте. Словно, просто все зависит на самом деле. Он показывает курс, по которому конвертируешься. Ну, конечно. О, вот здесь собака зарыта, курс, по которому ты конвертируешься. Да, там, ну, возможно, да, туда и зарыта собака. Маленькая, маленькая, но что-то есть. Но она маленькая, да, такая собачка, буквально такая. Ну, вполне возможно. Почему? Потому что, правильно так говорить, через другие банки снимать, через банкоматы, там, конвертация, комиссия, пятая, там, послушай, есть до пяти, до шести процентов сейчас снимают. Да, ну, там, ну, типа, 10,6, там, может быть, в мировой курсе. Я там снимаю 10,8. Ну, что-то такое. 10,7. Да, ну, в принципе, более-менее, на самом деле. Пипейки. Но, опять же, ремарка, друзья, если вы планируете покупать квартиру и снимать через банкомат, ну, ребят, в любом случае, это неправильно. Почему? Ну, в смысле? Не понял? Ну, потому что писали, что ты покупаешь квартиру, образно говоря, 50 тысяч рублей. А, на покупку имеешь сюда. Ну, конечно, потеряешь, ну, там, 3-4%, ну, минимум, ты потеряешь на всех этих комиссиях. Мы, в общем, хочу я давно снять, у меня уже есть в моей записульке, что нужно снять видео о том, как привезти сюда деньги. Ребят, я вам расскажу, как же бесплатно сделать. Вот, мы, кстати, с Максимом еще одно видео снимем. Еще он мне обещал про рынок видео снять, как где-то у него за 2 лиры, там, помидоры. Друзья, вы видите, настоящие цены, где можно покупать. А, кажется, я еще на рынок сходил, я все дорого там купил. В общем, подписывайтесь на канал и лайк ставьте, если вам эти вообще темы интересны. Давайте, наверное, уже подведем, да, черту. В принципе, очень много информации уже ты нам полезной рассказал. Максим, большое тебе вообще спасибо за это. Ну, что, я какой вывод делаю? На самом деле, можно жить, да, на пенсию, на нашу даже на пенсию, здесь, в принципе, припеваючи. И я все хотел сказать, все время забиваю. Вот, наконец-то я записал себе, что самое-то важное, во что вы инвестируете. Это в первое, в здоровье свое. Здесь мы дышим воздухом, который абсолютно чистый. Здесь нет никаких заводов вредных. Да, да, да. Здесь нет ничего. Это очень важно. Но у нас главное, что у нас есть, это наше здоровье. Поэтому важно, чем мы дышим, что мы едим. Еда здесь вообще другая. То есть, там те же помидоры, все это берешь на рынке. Друзья, здесь мясо другое вообще. Вот мясо другое. Да, все яйца даже другие. Мясо другое. Ты просто ешь и не можешь почему-то насытиться. Оно вообще другое. Просто так же говядина. В России говядина, здесь говядина. Ну, оно абсолютно другое. Ребята, фарш вообще просто не оторвать от тарелки. Обычный фарш, который подается в гиратуре. Это же очень важно, что чем вы дышите и что вы едите. Ну, и вообще, в принципе, качество жизни здесь совершенно другое. Ну, представьте, у вас сколько месяцев в году летом. Вот сейчас у нас уже, я не знаю, вот мы в футболках ходим. Да, все же. Ребята, и очень самое важное, знаете, что я хочу дополнить Никиту. Ну, как бы, понятно, что нервной системой здесь абсолютно спокойно. Друзья, хочу подчеркнуть, что здесь, находясь в каких-то государственных учреждениях, атмосфера спокойная. Не висит какой-то дамоклов меч над тобой, когда ты приходишь в день в России, какой-нибудь контролируешь орган налогов. Где-то что-то там надо. Все добродушные, много народу, все сидят, все разговаривают, все улыбаются. Чай приносят. Приносят, чай разносят, воду. Это действительно удивительно просто. Все улыбаются, никто тебе не кидает документы. Мы эти налоги не принимаем, посчитайте по-другому. Лисус с кислым, физиономия не сидит. Друзья, это так на самом деле подкупает. Ты просто расцветаешь на самом деле. Складывается впечатление. В душе спокойно, тишина. Нервность, чем просто отдыхать. Ну вот реально, друзья, это просто не передать на самом деле. Ощущение, ощущение как бы, ощущение достойного человека. Вот реально. Вот у меня товарищ приехал, он первое, что сказал, я, говорит, что-то как-то себя почувствовал не рабом, типа, а человеком. Мне, говорит, в автобусе что-то перевезти чай с печенькой. Что-то там, 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 такие мелочи, моменты. Он такой, я что, типа, человек, что ли? Да, безусловно. Видите, у нас можно себя тоже почувствовать человеком, но ты должен быть, как бы, прибавлять. Нет, здесь как бы абсолютно, 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 абсолютно не наиграно. Единственный минус, что жарко, да, здесь летом. Вот у меня отец сел там дома у себя, типа, мне жарко, я буду у себя в Сибири сидеть. Максим решил вот этот вопрос, взял, видите, в подачу чуть-чуть в горы, уехал. И здесь, он, говорит, летом как бы и не жарко, нормально у него. Друзья, кондиционером летом не пользуюсь. Есть, на самом деле, вентиляторы с лампочкой, грубо говоря, да? Ну, вот этот, наверное, видно будет. Да. Друзья, кондиционер киловаттник, лампочка, вентилятор 40 ватт. Не сэкономил, значит, сработал. Сэкономил, сэкономил. Друзья, кондиционер не хватит, потому что сквознячок на вершине, прохладно. Ночью спать великолепно, ни разу не пожалел, что выбрал здесь, на самом деле. Так у тебя тут, вон, два балкона, выходишь, видишь, на море, птички чирикают, поют, все красиво, красота. Ребят, мопед, не знаю, 500-600 долларов купили мопед. Купил, да, мопед себе, Максим, вы ездили. Хочешь машины там, ну, как угодно, ребят, но... Совершенно другая, да, жизнь какая-то? Совсем другая, да, но ты получаешь что-то другое, на самом деле. Максим у нас из Москвы. Ладно, друзья, на этой прекрасной, позитивной ноте мы завершаем сегодняшнее наше интервью с Максимом. Максим еще появится у нас на канале. Друзья, пишите, спрашивайте. Будем отвечать, да, на ваши вопросы, будем стараться на них отвечать. Всем пока. Пока. Дай бог, увидимся в Алайне. Субтитры сделал DimaTorzok